Макияж к этому достаточно яркому образу можно сделать сдержанный. Если захотите, можно будет подключить поярче помаду. Можно что-то где-то расставить, акценты будут на губах. Акцент на губах можно делать смело. Подполковнику Мелеховой сегодня не нужно на работу. Анастасия служит в ГУФСИН, ведомстве, которое следит за осужденными. За время работы в управлении она научилась мужеству и сдержанности. Это так волнительно, это так интересно для женщины в этом всем поучаствовать. Это какая-то даже, знаете, сказка. Тут говорят спасибо за то, что ты просто женщина. Еще в два раза повезло, что ты еще и в погонах. Леди в погонах. Так называют участниц премии «Щит и роза». Проводят ее для сотрудниц правоохранительных органов. В этом году на конкурс было подано больше сотни заявок. В финал попали только 30. Я знаю, что в Москве девочки готовятся сами. У нас организаторы заботятся о своих участницах и подбирают им команду профессионалов, визажистов, стилистов и парикмахеров. В России награду вручают 12 лет. В Челябинске – четвертый. За это время 114 южноуральских сотрудниц отметили за профессионализм, отвагу и смелость. Девушки признаются, что помимо общественного признания за свой труд, они получают внимание и другие бонусы. Суть данного мероприятия именно заключается в раскрытии женственности сотрудниц Южного Урала. Наши женщины в силу своей занятости крайне редко ощущают себя женщинами настоящими. Поэтому данное мероприятие помогает рассказать о их профессиональных навыках, а также раскрыть их женское начало. Праздничная церемония в Челябинске пройдет 18 февраля. Организаторы обещают устроить настоящий праздник с выступлением известных артистов. Самых ярких финалисток премии ждет поездка в Москву.